Одинаковый сегодня у того и у другого. Так Надаль подает. 3-2. Первый сет за ним на тайбрейке. 0-15. Видно, что борется Багдатис, но мне кажется, что он не верит в собственную победу. Почему-то. Был момент. Надо было додавливать, конечно, в первом сете при 4-2 на брейк-поинтах. Надаль играл очень плохо сейчас. Он тоже ошибается, но по сравнению с первым сетом это небо и земля. Там 8 из 10 мячей летели в аут. Никогда соперник этим не пользуется. Конечно, нужно выигрывать партию. Что еще остается делать? Ну вот, может быть, под бэкхэн чуть поиграть. Уже дважды в этом гейме именно с бэкхэнда допустил ошибку. Рафаэль. 15-30. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сетка вторая подача. Великолепно играет по линии. Великолепно играет по линии. Великолепно играет по линии. Это показывает нам в том числе и вращение. Больше ударов с вращением более 3000 в минуту. 41%. Пятая подача на вылет. Неужели проснулся Багдатис? Насколько хватит? Ну, ты уже отмечала сегодня, он как-то безучастен в плане эмоций. Что выигрывает, что проигрывает. Ну, может быть, внутри что-то происходит, но он хорошо скрывает. Ну, кому это нужно? Покажи нам. Вот, мы хотим видеть какие-то эмоции. Их по-прежнему нет. 3-4, и Рафаэль Надаль уже уступает. Багдатис. Вступает 2-4. Был близок 2-5. Вроде бы нащупал свою игру, повел во втором сайте 3-2 с брейком. Но два гейма подряд взял Багдатис. Причем отыграл он их довольно чисто. Сейчас посмотрим, что будет дальше. 3-4 на подаче Рафаэль Надаль. Продолжает выщипывать траву. Сегодня его там что-то очень сильно не устраивает. Может быть, трава с его стороны слишком длинная. Там вчера очень много заступов Хайдер Мауэрер делал. Может, что-то от него осталось. Глубина. Разыгрались. 3 мяча там буквально линию цепляли у Рафаэль. Все летело опять близко. Нагрой на грунте он слишком перекручивает свои удары. На траве это не проходит. И сейчас он действительно очень плотно играл в длину. Тебе нравится блестящая полоска на шортах? Ну, как тебе сказать? Правду. Зато в ночи его видно. Можно спокойно выходить на пробежку. Вряд ли он бегает ночью. Кто его знает? Кто его знает? Очень надо. Очень красивый здесь сыграл Рафа. Добежал. Направил мяч. Неудобно. Сложно было тут Маркосу уже как-то вернуть его. Что там такое? Как плоско сыграл Багдатис. Ну, надо же. Поразительно. Поразительно. Ведь нужно умудриться так ракетку подставить. Хватка была не под удар справа. Дал, да? Это возможность. Двойная ошибка. Рафаэля. Потерял внимание немножко. Нужно собираться. По-моему, первая двойная даже у Рафаэля. 40-30. Дважды по линии в этом гейме. Великолепно играет. Справа Маркос ровно. Багдатис вцепился не на шутку. Такие сложные удары он выполняет. И рискованные. Все равно реакции нет, да? Никакой особо. Ну, попал справа по линии. Как будто он всегда так делает. Так. Ну, вот здесь уходит мяч. Больше. Не Рафаэль сам старался атаковать на этот раз. И все сделал четко. Молодец. Еще один сложный удар справа исполняет Маркос. Опять движение. И не успевает правильно подставить ракетку слета Рафаэль Надаль. Взбодрился Багдатис. Не познали. То, что нужно было. Больше. Уже несколько раз в этом матче Рафаэль Надаль в нужный момент подает именно в линию. Пять эйсов. Не у того и у другого. Выигрывает гейм по четыре. Ну, вот интересно. Не всегда эйсы... Да, большое количество эйсов могут означать победу. Микаэла Крайчик в Хертагенбуши обновила, да, рекорд сезона в это, исполнив 21 эйс в матче с Камилой Джорджей. И все равно проиграла. Магамед Лаини, вот судья на вышке в этой встрече, на что-то... Ну, по крайней мере, ему весело. Какая-то беда у него с голосом, видимо. Сегодня медок с чаем вечером, чтобы восстановиться к пятнице. По четыре Багдадь исподает. Аут. Не будет брать челлендж, Маркус? Нет, не стал. Ноль пятнадцать. Очень глубоко стал играть испанец. И не всегда успевает за его ударами Маркус Багдадис. А жаль, хотелось увидеть, как он отбивает как можно больше мячей и завязывает розыгрыш. В траве всегда может выручить хорошая первая подача. Даже проскользнул Рафаэль немножко, пытаясь дотянуться до этого мяча. И вновь в движении настолько четко ловит точку удара Багдадис, что в очередной раз пробивает на вылет. 141 километра в час летел этот мяч. Рафа как футбольный галкипер, да, в нижний угол мяч пропустил. Стальнего удара. Уходит мяч. 40-30. Из очень сложной ситуации выкарабкивается Маркус. 0-30 было на его подаче. Сейчас он впереди. 40-30. Уходит мяч все-таки. Берет гейм. Маркус. 4-5 Рафа уступает. Будет подавлено. Вновь пытался выполнить свой коронный удар Багдадис, но на этот раз не вышло. Сетка помешала. Последние несколько геймов. Этот удар справа в движении. Самое грозное оружие Маркаса. За счет него он сделал обратный брейк. И вот опять хорошо переводит. Видно, что почувствовал свою точку удара. Маркас. Посмотрим, как Рафаэль Надаль будет с этим справляться. Какой смешной на заднем фоне был Медвежонок. Похож чем-то на Рафу так. 15-30. 1.45 играет. Второй мяч. Вот это да, двойной сетбол у Багдадиса. Ну вот наконец-то он себя как-то так хотя бы заводить что ли начал. Попытался подбодрить, да? Для него это просто сегодня фейерверк. Итак, 15-40. Так было все близко. Вторая подача под форхенд. 30-40. Тренер по фитнесу. Как-то он одиноко сидит на трибуне. Может быть тренер по теннису у Маркаса Багдатица на этой неделе не... Нет? Ой. Отыгрывается с двух сетболов. рафаэль надаль здорово сыграл использовал короткий мяч пошел вперед пришлось рискнуть такой нелегкий момент первом сайте мы помним он даже вот этот подготовительный удар для выхода к сетке пару раз отправлял в аут но сейчас уже ситуация иная больше ведь и в первом сайте у багдатиса была возможность увеличить свое преимущество и такой же был счет гейме на подачу на дали 15-40 поправляем потом correction но багдатис будет брать видео повтор надеюсь на то что мяч вышел за пределы корт и сейчас посмотрим придется переигрывать это очко больше на подачи на далее и первая подача 2 из 12 брейкпоинтов только в этом матче реализовал маркос и 2 из 2 у рафа но и как остановил мяч добежал до него маркос но потом рафа все-таки доиграл этот розыгрыш свою пользу 20 балла ушли по пяти когда рафаэль надали уступает по счету он полностью берет инициативу свои руки на грунте он на не так часто выходят вперед но здесь уступая он тут же предпочитает атаковать и добивать у сетки ошибается рафа интересно такая яркая реклама сбоку на счетах электронных не сбивает но еще меняется как поймал сачок то болбой вообще очень удобно конечно может быть нужно на всех турнирах сделать во первых нам надо самим купить надо кому-то не бойбола просто знаешь об бабочек ловить комара не влезет ой 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 не скачал мяч побывает на траве в сторону просто непонятным образом приземлился ошибается рафа сорок пятнадцать и вновь не ладится подброс уже очень много раз маркус перебрасывал опять коррекшн на этот раз будет проверять надаль вот этот человек против надали второй мяч ну и уберет гейм маркус 5-6 надаль уступает будет подавать итак 5-6 надаль уступает два сетбола по ходу этой партии уже отыграл рафа ну и в то же время был период с брейком вилл ну посмотрим что второй тайбрейк или третий сет ой 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 не самый сложный был удар как же тяжело сейчас каждый матч дается надаль у на ралангаро сказалось что он заиграл лучше если до этого было еще хуже там главная проверка была для него сок ну как бы потому что тут просто набрал ход ты играл на таком кураже и естественно джокович ну соку проиграл один сет тоже причем подавал на матч у нас новаком по сути только стартовая партия и то там 0-4 проиграл 0-30 в трос попадает мяч неужели на этот раз маркус багдаде не использует свое преимущество интересно о чем он думает когда ведет по счету по-прежнему первая подача пока не добирается до сетболов в этом гейме маркос но еще есть шанс по 30 последнее время слишком коротко принимает багдаде сына дали этим пользуется и еще раз первый мяч 40-30 ну и в мяче мы от второго тайбрейка отличная первая подача проходит у надали и как всегда вовремя ну вот и тайбрейк да были шансы по ходу этого сета у маркоса в первой партии и сейчас но пока не реализует возможности кипри вот но вот последний шанс что-то исправить больше уже не предоставится возможностей багдаде спадает первым на тайбрейке почти два часа играют 012 подачи рафаэля в прошлый раз он тоже хорошо начал тренер коль шрайбера там спрятался наблюдает за этой игрой он находится как раз со верхней части сетки сыграет с манфисом здорово тело подает затем готовит выход вперед за счет как раз длины на форхэнда ну и потом так срезает мяч по одному вторая подача в нужную точку да мяч направил даже багдадису который любит играть движение справа не по силам было мяч вернуть 12 маркос подает еще больше вращения стал добавлять рафаэль своему форханду здесь в полете багдадис не достал но выглядело эффектно начал розыгрыш далеко за задней линии маркос но в итоге так постепенно постепенно входил в корт доигрывал уже почти у сетки один-три второй мяч здесь здорово опять решил пойти вперед но подготовил более комфортно сыграв все таки не под форхэнд надалю 3 2 2 подачи надали а 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 и Драйвайден, Рио. Продолжение следует... 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 Ну, 30-15. Раньше в таких моментах Нодаль никогда не ошибался. Может быть, одна ошибочка могла вылезти за весь матч. Но сегодня их было очень много. На весь турнир хватит. Причем двухнедельный, наверное. Очень сложный выбор укороченного удара в движении и на задней линии. По 30. И все равно хочется верить, что Рафаэль Нодаль найдет свою игру и поднимется выше в рейтинге. Ведь мы увидели, что Есерина Вильямса не на пике формы была на Ролангарос, но все-таки она одержала победу. Но у нее все-таки была болезнь, да? Которая мешала, условно говоря, ей быть на пике. У Рафаэль Нодаль... У Рафаэль Нодаль... Уверенность пропала. Кто бы мог подумать, что у Рафы на грунте пропадет уверенность. Молодец. Здесь очень здорово. Сложный розыгрыш, но широко и четко. Берет стартовый гейм. Да, ведь грунт это такой база, да? Рафы. Вот этого покрытия и строится все остальное. Но опять же не будем забывать, что был довольно затяжной перерыв, связанный с травмой у Нодалья. И мы привыкли, что он всегда возвращается в своих лучших кондициях. На этот раз это возвращение затянулось. Мы привыкли к такому варианту, да? Рафы нет. Затем он возвращается, проводит серию турниров мелких на грунте. Там набирает ход. После этого уже спокойно переезжает даже на другое покрытие. Да, не всегда у него все клеилось. Но затем Каролан Горос он всегда в отличных кондициях. На сей раз вот этот вариант, который работал до этого, не помог. Новый мячами подает Багдатис. 0-1. Уходит мяч. Не знаю, может быть, Рафе нужно отвлечься как-то, я не знаю. Может быть, жениться, что ли, еще что-то. Ну, то есть, перестать давить на себя на какой-то хотя бы момент. Так расслабиться чуть. Он и так в рейтинге опустился уже. Ниже некуда для себя. Нет, ну, рейтинг дело поправимое. Я имею в виду, сейчас не идет игра, он продолжает на себя давить, а она лучше от этого не становится. Немножко переключиться, что ли. Ну, конечно, психологически ему очень сложно понимать, что раньше он играл гораздо лучше, а сейчас ошибается с хавкорта чуть ли не 20 раз в одном матче. По одному, по ноль взял этот гейм Маркос. 2-19 играет. Интересно, Ролан Гарос, у него были такие затяжные матчи? Ну, только с Новоком, возможно. Там один сет был час 07. В этом, правда, попроще, но все равно. 15-0. Второй мяч. Ну, вот, опять же, если вспоминать Роджера и всю его карьеру, вот, ведь у него тоже был момент, когда он опустился в рейтинге довольно низко, на седьмую строчку, и все говорили о том, что это уже чуть ли не старость, нужно завершать карьеру и все прочее. Но Роджер принял решение поменять команду. И также в связи с этим он стал по-другому выступать на площадке. Перестал оставаться на задней линии больше, двигался вперед к сетке, и это способствовало прогрессу. Одна проблема у Рафы, команда, это член семьи, да? И он человек такой тоже привязанный к семье. Я думаю, что он так никогда и не решится, даже если оба будут понимать на эти изменения. Собирается. Казалось, в какой-то момент, что он уже отпустил ситуацию, но во второй партии он показал, на что способен. Вывели статистику по АИСам, 9, у Багдати со семью надали. Еще одна подача на вылет, две уже в этом гейме. 199 километров в час. С натяжкой 22, не так полетит. Но здесь увидел свободную зону Рафа. Не так, может быть, сильно и остро сыграл Маркос. Двойная, вот так, два АИСа, одна двойная, и в итоге брейкпоинт, 30-40. Исправился, Маркос. Ровно. Еще один брейкпоинт. Вновь ошибка от Багдати. Мочки своих ушей Рафа знает прекрасно, да? Каждый раз до носа дотрагивается. И не только. Ну вот. Такой шанс был. И вновь ошибка с Форханда. Ровно. Какой-то своей жизнью сегодня Багдатис живет. Тут Рафа весь что-то нервничает, старается. У Багдатиса там музыка играет. Да. Шустакович тихонечко так. Ненавязчиво, да? Еще один брейкпоинт у Нодали. Ой, как неудачно пропустил мяч Маркус. Пришлось взять видеоповтор, надеясь на то, что мяч в площадку не попал. Ну и Рафа смотрит, как будто там с неба Армагеддон какой-то. Но это не Армагеддон, это всего лишь брейк. Ну и Рафа смотрит. Три один и пятнадцать ноль. Рафа смотрит. Что так рассмешило на Дале? Недобрая улыбка была. Хорошая подача. 40-0. Берет. Берет этот гейм. Итак, 1-4. Маркос уступает. Ты подает. 15-0. Ну, двойная ошибка. По 15-ти. Ну, действительно, эмоций не хватает Маркусу сегодня. Мог завести себя, да. И в первой партии тогда, когда повел, когда был шанс сделать второй брейк. Ну, как-то совершенно безучастно. Нет, вообще, Маркус довольно эмоциональный человек. Мы все помним, как он и ракетки ломал, и что только не делал на площадке. Ну, мы помним любой матч на Австралии Ноупен. Это десятки и сотни греков, проживающих в Мельбурне, и киприотов, которые заводят его. Он сам заводится. Ну, здесь все слишком спокойно. Ну, было подвести парочку кириакосов, да? 40-15. Хорошо в ноги играет Рафа. Ну, 40-30. Ну, не та подача, наверное, с которой стоило идти вперед. Но зато Эйс позволяет выиграть этот гейм. 4-2. Рафа по-прежнему впереди, с брейком будет подавать. Если Рафаэль выиграет, то у него не будет дня отдыха. Следующая встреча будет проходить уже завтра. Да, время четверть финалов в пятницу. Ну, и так оттянул сколько мог до своего стартового поединка. Если бы в среду проводил, то сегодня бы отдыхал. Но рассчитывал в среду пару сыграть. А она в итоге не состоялась. Не так часто мы видим испанца в парной сетке. Ну, обычно на турнире в Дохе это бывает в начале сезона, да? Когда он играет пару. Ну, и вот сейчас, когда нужно набрать матчи. Удивительно. Мы показываем с сегодняшнего дня и турнир в Ноттингеме. Пока наш матч проходил, две встречи там уже завершились. Агнешка Радванска выиграла у Кристины Макхейл 6-3, 6-1. И Айна Конюх обыграла Кейси Делаку 6-4, 6-2. У нас все по-прежнему. Третий сет 4-2 и 40-0. Как будто из пяти сетов играют. 2 часа 34 минуты уже на площадке. У Ботани Систа. И еще один гейм под ноль. На 2-5 в гейме всего от победы находится Рафа. Нет, все-таки попал в голову. Мне показалось, что он ракеткой отбил. Как скинул, а? Просто Дмитрий Булыкин. По 15. Уходит мяч. 15-30. Вот во второй партии такие удары проходили. Да, это помогло вернуться в итоге. Багдатису. Дмитрий Булыкин. А вот направить точно не удалось. Дмитрий Булыкин. Дмитрий Булыкин. Дмитрий Булыкин. 15-40. Он, конечно, понимал, что будет сложный стартовый матч на траве, но чтобы до такой степени... У Багдатиса даже сил не хватило в третьей партии. Хорошо, что Рафа сегодня пару не играет, а? Играет один матч Булыкин. Отыгрывает один матч Бул Маркус. Еще один в запасе у Натальи остается. Второй мяч. Ну все. Рафаэль Натальи выигрывает свой стартовый матч на травяном покрытии в одиночном разряде в нынешнем сезоне. Проходит четвертьфинал турнира в Штутгарте. 7-6, 6-7, 6-2. Вот с таким счетом выигрывает Рафа. К следующему матчу нужно будет прибавлять. А он будет проходить уже завтра. Да, в пятницу против Бернарда Томича сыграет Рафа в 1-4 финала. Австралиец набрал очень хороший ход. И другой игрок, нежели Маркас Багдатис. Так что придется справляться с мощью Томича Рафе. Ну что, мы ждем интервью с Рафаэлем. Вряд ли он скажет какие-то раскроет секреты. Но посмотрим на его реакцию. Естественно, он будет доволен, что прошел через такой сложный матч. Барбара Шетт сейчас обязательно пообщается с Рафой. Но после этого мы уже будем завершать нашу трансляцию и вернемся в прямой эфир из Штутгарта уже в пятницу. Но не забывайте, наш второй канал показывает в эти минуты турнир. Женский турнир в Нотингеме.